Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава книги Иисуса Сына Серахова Читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет И у нас тут продолжается, как я это называю, мозаика То есть изречения, не очень связанные друг с другом Такими блоками эти изречения идут И какой-то большой логики в том, почему один блок сменяется другим, мы не видим А конец 29 главы был про удовольство малым Не стремись стать таким вот приживальщиком, нахлебником в доме богатого А 30 начинается совершенно с другой темы Кто любит своего сына, то есть тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им Ну, наказывает сегодня по-русски воспринимается как, не знаю, лупит или что-нибудь подобное Видимо, имеется в виду скорее воспитательный процесс, нежели конкретное действие Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него И среди знакомых будет хвалиться им Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге А пред друзьями будет радоваться о нем Ну, да, вот тут мы видим, что вопрос не в том, как конкретно его наказывать А в том, чтобы не оставлять его без воспитания Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе При жизни своей он смотрел на него и утешался И при смерти своей не опечалился Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность Вот твой сын, твое продолжение В таком традиционном обществе это самый лучший вариант Сегодня, может быть, мы живем в нескольном обществе И часто наши дети не продолжают нашу жизнь И становятся такой улучшенной копией нас самих, как здесь Но тогда это точно смотрелось как главная награда Поблажающий сыну будет перевязывать раны его И при всяком крике его будет тревожиться сердце Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким Ну, это противоположность, да, то есть без воспитания и поблажки, когда даются Лилей дитя, оно устрашит тебя Играй с ним, и оно опечалит тебя Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним И после не скрежетать зубами своими Ну, вот здесь я не согласен все-таки Вот как хотите, но такая какая-то педагогика Будь с ним суровым, не играй, не улыбайся, не потакай ему Мне кажется, это не самый лучший вариант Ну, эта книга не каноническая, да, она где-то на границе между писанием и не писанием Поэтому я не вижу здесь больших проблем в том, чтобы не соглашаться с какими-то отдельными, очень редкими, надо сказать, отрывками А можно сказать, что это такая культурная условность Вот, что это такой мир очень традиционный Это мир такой вот, который сегодня, пожалуй, сохранился в каких-то очень далеких уголках земного шара Куда не проникает современная цивилизация Лучше ли он, хуже ли? Ну, вот он другой, он такой Не давай ему, сын, воли в юности, и не потворствуй, и не разуми его Нагибай вы его в юности, то есть склоняй его голову И сокрушай ребра его Ох, как следует Доколе оно молодо, дитя Дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе Сокрушай ребра, это не перебор ли? Ну, я хочу думать, хочу думать Не уверен, но хочу думать, что не имеется взломаемые ребра почаще палкой, как следует А что имеется в виду вот упорство его, скажем так, сломи его упорство Все равно мне это не очень нравится Ну, вот так написано, да Учи сына своего и трудись над ним, чтобы не иметь в себе огорчения от непристойных поступков его Ну, а вот здесь соглашусь, да, то есть без сокрушения ребер, наверное, принять это все можно Лучше бедняк здоровы и крепкие силы, нежели богач с изможденным телом Ну да, здоровье это самое главное, мы это знаем Видите, вот удивительная книга, такая смесь высокой поэзии, богословской причем поэзии И каких-то самых простецких выражений, которые, в общем, и так понятны Ну, вот так она устроена, эта книга, и не случайно не каноническая, да Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота И крепкое тело лучше несметного богатства И нет богатства лучше телесного здоровья И нет радости выше, радости сердечной Ну да, да, все согласен Хорошо быть здоровым и радостным Это лучше, чем богатым И вдруг лучше смерть, нежели горестная жизнь Или постоянно продолжающаяся болезнь Не знаю, но да, люди, бывает, желают себе смерти Чем мучительной боли Сласти, поднесенные к сомкнутым устам То же, что сниди, поставленные на могиле Да, вот, кстати, до сих пор есть обычаи поминать умерших Какими-то приношениями Им оставляют еду или там выпивку даже Потом бомжи очень этому радуются, которые при кладбище живут Какая польза идол от жертвы? Он ни есть, ни обонять не может То есть, смотрите, обычаи древние Значит, оставляют там еду на могиле Это не образный такой оборот речи Что нам после смерти от всех наших приобретений Да, после смерти мы ими не воспользуемся Видимо, приносили действительно на могилу Кормили, поили мертвецов И он говорит, идол от жертвы никакой пользы То есть, это тоже вариант жертвоприношения Так, преследуемый от Господа, смотря глазами истинная Подобен евнуху, который обнимает девицу и вздыхает Но евнух, то есть кастрат, он не в состоянии быть мужчиной И поэтому он мечтает о девушке Но не может с ней ничего сделать И, соответственно, преследуемый от Господа На него похож Что это значит? То есть, Господь лишает человека возможности наслаждаться этой жизнью Видимо, так А вообще-то хорошо наслаждаться жизнью Ну, когда без греха Не предавай себе печали душою твоей И не мучь себя своим нительностью Веселье сердце жизни человека И радость мужа долгоденствия То есть, хорошее настроение продлевает жизнь И способствует здоровью Люби душу твою И втешай сердце твое И удаляй от тебя печаль Люби душу твою Да, да Человек, который себя ненавидит Он других не полюбит Потому что возлюби ближнего Как самого себя Если себя не любишь Ибо печаль многих убила А пользы в ней нет Ревность и гнев сокращают дни А забота прежде времени приводит в старость Ну, да Вот депрессии Все вот эти вот состояния печальные Угнетенные Они, конечно, здоровью не способствуют Открытое и доброе сердце Заботится и о снедях своих То есть, о том, что поставить на стол И ничего плохого в этом нет Но Понятно, что Не был бы наш автор Иисусом Сыном Сираховым Если после белого камешка в мозаике Он не поставил бы черный О том, что бывает И плохо Когда Вот это стремление к веселой Радостной жизни Человека Вводит во грех Или, по крайней мере, мешает ему жизнь Об этом начало следующей 31 главы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова